Всем привет! С вами снова Александр. Я хочу сегодня вам рассказать о кресле от компании Maxi Cozy. Модель называется Rodifix Air Protect. Это кресло далеко не новое на рынке, но оно очень интересное кресло. Я как-то упустил его из виду и не делал на него обзор. И почем зря. Поэтому хочу наверстать упущенное. Хоть многие уже про это кресло знают, но что еще ищет кресло в категории 2-3 с 15 кг до 36 кг, очень хорошее кресло, то добро пожаловать. Сегодня я вам о нем расскажу. Сегодня мы посмотрим, что оно из себя представляет. Вообще бренд Maxi Cozy это, наверное, тоже один из самых лучших брендов на рынке. Такой как Britax, например. Это, скажем так, его прямой конкурент. Он ему практически, я имею в виду бренд и бренд друг другу, они практически ничем не уступают. У всех у них есть свои фишки. Maxi Cozy очень добротное кресло сделала в 2-3 категории. С вот такой вот возможностью. Видите, здесь есть площадка, на которой у нас появляется возможность наклона кресла. Но я чуть-чуть позже об этом вам расскажу. Кресло, повторюсь, с 15 кг, с 3 лет, метр роста, все, можно сюда пересаживаться. Причем по безопасности это кресло имеет очень высокий уровень безопасности. Ребенка доверять этому креслу можно смело. В дальних поездках тоже, вот благодаря этой системе, чуть позже покажу, показывает себя кресло тоже очень хорошо. Ну ладно, давайте приступим изучать, вот собственно, как у нас выглядит кресло спереди, как оно выглядит сбоку. И давайте немножечко об особенностях. Например, если зимнее время года, хоть и большинство людей даже не слышали о том, что в куртках, пуховиках возить не рекомендуется детей. Естественно, из-за этого и детей сажают в пуховиках. Что нам дает это кресло, если ребенок тучный, в куртке, еще что-то. Когда мы сюда можем посадить ребенка, вот видите, щелчки, не обращайте внимания, так должно быть. Оно у нас автоматически расширяется. То бишь сел ребенок, не нужно ничего регулировать, там что-то крутить. Просто сел ребенок и оно само по ребенку раздвинется. Соответственно, вот эта возможность очень крутая. На мой взгляд, даже если нет куртки, просто ребенок чувствует себя более комфортно в этом кресле. Так, подголовник, естественно, у нас регулируется по высоте в очень широком диапазоне. Вот вы видите, сюда очень высокий ребенок может поместиться. Вот, давайте сразу, кстати, про вот эту фишечку вам покажу. Вот эта платформа, система Isofix установлена на кресле. Кресло крепится к автомобилю Isofix. Но если Isofix вдруг нет в автомобиле, и без него можно ставить это кресло. Вот, смотрите, мы установили. Спереди, вот сюда вам виднее, вот есть две кнопочки. Мы на них нажимаем, и у нас появляется возможность наклона. То бишь, у нас отъезжает кресло вперед, и спинка заваливается назад. У нее тоже есть свободный ход небольшой. Тоже пару щелчков, бояться не нужно. Так должно быть. То некоторые, ой, оно сломалось. Нет, оно не сломалось. Так, все. По креплению, в принципе, рассказывать больше нечего. Возможность наклона есть. Давайте теперь посмотрим, как ребенок здесь крепится. Смотрите, вы уже наверняка заметили красные направляющие в подголовнике. Это очень важный момент, потому что если будет ремень просто кое-как где-нибудь проходить, это очень небезопасно. Соответственно, пристегнули. Значит, чтобы вам виднее было. Вот они, направляющие. Просовываем сюда ремень. И, соответственно, ремень должен быть только здесь. И регулируем подголовник таким образом, чтобы, например, приблизительно, я вам говорю, расстояние от подголовника до плеча не было желательно не больше двух пальцев. Просто если больше, то ремень попадет на горло. Этого допустить нельзя. Поэтому очень важный момент. Правильно отрегулировать подголовник. Вот это действительно очень важно. Так, по особенностям, в принципе, добавить больше нечего. Давайте теперь покажу вам немножечко ткань вблизи. Вот, собственно, само кресло вблизи. Ткани я почему именно поближе хочу вам показать, чтобы вы видели, как оно сделано. Очень качественно пошито. Никаких вот швов торчащих ниток, ничего нет. Действительно премиальный, хороший. Правда, он не дешевый продукт. Он из самых дорогих. Но это же и из самых лучших, соответственно, кресел. Поэтому вот смотрите, как оно все сделано. Ткани тактильные действительно очень-очень приятные. К этому не придаться вообще. Так, в принципе, здесь много чего не расскажешь. Кресло самой простой группы 2-3. Здесь много тонкостей не бывает. Поэтому, в принципе, все, что хотел рассказать, я вам рассказал. Добавить мне больше нечего. В двух словах подытожу. Очень хороший конкурент топовым брендам европейским, другим. Ну, не важно, европейский, не европейский. Но это топовое решение. С возможностью наклона. С возможностью расширения. С очень хорошей тканью. С изофиксом. С очень хорошим уровнем безопасности. Цена, в принципе, адекватная. Я ссылочку добавлю в описании. Пройдете, посмотрите. Там ничего сногсшибательного. Цены не называю, потому что я не знаю, когда вы будете смотреть этот ролик. Чтобы вы видели актуальную цену, по ссылке в описании пройдите на сайт Мира Автокресла. Там же и все тонкости, описания, характеристики, сантиметра, граммах. Все есть. В принципе, все. Если видео было полезно и интересно, вы для себя что-то подчеркнули, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И большое спасибо Миру Автокресел за то, что предоставил нам обзор на Макси Козе креслице. А вам хочу пожелать хорошего, гранатного выбора кресла для вашего ребенка. И всего доброго. Продолжение следует...